Футбольное поле около Зареченской школы существует так же давно, как и команда поселка. Больше 40 лет. Да, это поле наши ветераны, когда оно было земляное, выносили на руках, дерн, километрами носили и заселали поле. Да, такая история этого поля. Проект по реконструкции предусматривает преобразование старого поля в современный детский стадион, который, кроме футбольного поля, включает в себя открытую волейбольную площадку, зону для занятий воркаутом и беговые дорожки. Зареченские футболисты против проекта не возражали, пока не узнали, что архитекторы уменьшили размер поля, чтобы уместить как можно больше других спортивных элементов. Для школьников может и в самый раз, а для серьезных футболистов это большая потеря. В поселке альтернативы нет. Это единственное место, которое имело наше футбольное поле. И для нас это очень важно, для того, чтобы сохранились эти размеры. Но слишком поздно спохватились футболисты. Детский стадион на месте поля почти достроен. Так стоит ли делать дополнительные вложения, менять проект и начинать возведение стадиона заново? Этот вопрос и решался на выездном заседании. А как часто вы будете пользоваться? У нас мужские команды играют в понедельник, в четверг. Ветераны играют по вечерам. Дети играют в регламенте. Мы сейчас не знаем в каком, потому что наши дети здесь уже давно не играют. Играют только в зале. Первый, третий, четвертый, шестой и старшая группа, которые постоянно выступают за поселок и принимают участие. А сейчас они где играют? Они сейчас играют в спортивном зале. Андрей Иванов выслушал пожелания жителей, посоветовался с главой поселения и принял решение. Сегодня мы смотрели, пытались разобраться в той необходимости, обоснованности изменения футбольного поля, вот такие стандарты. И приняли решение, что все-таки без этого изменения не обойтись. Иначе здесь действительно команды не смогут играть в таком стандарте 11 на 11 игроков. Архитекторы предложили главе новый проект. В нем удалось совместить поле, соответствующее футбольным стандартам, и несколько дополнительных спортивных площадок. Здесь мы ограждение выставляем высотное. И получается у нас две стритбольные и посередине волейбольная площадка. А поле влезает нормальный размер? 45 на 90, это минимальный стандарт. Минимальный стандарт по России, который 90 на 45, да, влезает. Да, всех устраивает. 11 на 11 получается. Новый проект всех устроил футболисты Заречья. Итогами встречи остались довольны. Мы очень рады и довольны. У нас дети, мужчины, ветераны смогут здесь продолжать играть в футбол. В нашей команде больше 40 лет. На время стройки все это у нас прекратилось. Думаю, что сейчас, конечно, мы все возобновим и будем так же играть и радовать свой поселок. Строительство стадиона по новому проекту будет вестись и зимой. Поэтому поболеть за Заречья на новом поле мы сможем уже совсем скоро. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.